Друзья, это шестой выпуск канала Бизнес Класс. Если вы не видели мое предыдущее видео, обязательно посмотрите. В самом первом видео я поставил перед собой 10 целей на год, которые я должен буду выполнить. Как я это делаю, покажу в своих видео. Сегодня встреча с ресторатором Сергеем Мироновым и интересными предпринимателями с форума Avanti. Шестой выпуск канала Бизнес Класс. Полетели! Друзья, всем привет! Пришли сегодня в ресторан «Мясо и рыба». Побеседуем с ресторатором Сергеем Мироновым. Узнаем, сколько стоит открыть такой ресторан и подходит ли такой бизнес под мои цели. Ресторан «Мясо и рыба». Поехали! Сергей, приветствую! А как получилось так, что вы попали в ресторанный бизнес? Вообще случайно. Как и многие, пошел подработать барменом. Мне нужны были какие-то карманные деньги, помощник бармена, потом бармен, потом старший бармен. Для меня это некая верхняя граница, которую я сам для себя определил, потому что дальше идти не хочу, потому что я учусь на юрфаке, я собираюсь быть адвокатом, и мне это вообще все не надо. Просто я не могу работать помощником адвоката, потому что там копейки, я барменом зарабатывал хорошие деньги. Все люди просто не доливали, а я нет. Я стал какие-то немецкие справочники, делал какие-то коктейли хитрые, пытался внедрить какие-то системы отчетности. Хозяева говорят, что ты делаешь, чем тебе это надо? Я говорю, подожди, смотри, какие коктейли красные во всем мире делают, давайте мы тоже сделаем. Да зачем? Что-то вот сам делай, ладно. Российский ресторанный бизнес, он же вот такой, он самопарный. Это не переход из советского общепита в наш российский ресторан. То есть вообще это два разных мира, потому что оттуда сюда почти ничего не перешло. И не было системы работы. Я выдумывал свои системы, свои системы контроля, свою систему работы, систему мотивации писал, садился, палки книги по психологии. И я из-за этой дряни, вот, к сожалению, да, я втянулся. И меня тут же буквально через полгода стали звать в управляющие. Я пришел, я сделал все, вау, меня позвали в другой, я сказал, да, я ему говорю, я ухожу, он говорит, не, 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 стой, 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 куда? Ты что, у меня ресторан там 8 лет, он никогда столько денег не давал. Сколько тебе надо, говори, я тебе все отдам. А давай с ними договоримся, два дня у меня работаешь, три дня у них. Я тебе все заработки сохраняю, даже прибавляю. Я говорю, ну ладно. И получается, что как бы, да, я уже работаю в двух ресторанах с разными хозяевами, и я думаю, ну что мне сейчас, идти помощником адвоката? Я остался. Сегодня форум посвящен инвестициям, очень много молодых предпринимателей здесь. Во сколько вы создали свое первое дело? В начале 18-летнее я его основал. Все мое детство прошло каких-то детских игр, детективов. В школе у меня получалось информатикой. Когда я поступил в Бауманку на факультет информационной безопасности, ну еще там парочка случайностей произошло, я узнал, что есть такое направление, как компьютерная криминалистика, расследование высокотеологичных преступлений. Понял, что в России этим никто не занимается, а в Америке, в Европе это огромный бизнес. Вся преступность улиц, она в интернете, популяция людей увеличилась, все в IT, все в информационных технологиях всем нужны и безопасны. Какой клиент, которому вы больше всего гордитесь? Майкрософт, Супербанк. Биткоин. Что вы об этом думаете? Это валюта будущего или это мыльный пузырь? Я думаю, что это валюта настоящего, потому что она аналогична любой национальной валюте. Даже в некотором случае лучше обеспечена и лучше контролируется. Она безопаснее, чем обычная валюта. В целом она открывает эху новой экономической реальности между разными странами и между людьми. Важно понимать, что благодаря интернету многое изменилось и благодаря капитовалютам тоже очень сильно многое изменилось. Спасибо. Какой опыт этих трех? Пять? Пять. А когда ты консалтер, у тебя опыт сотни ресторанов. И потихонечку я приобрел такую совсем неплохую репутацию. Она складывалась из того, что у меня не было ни одного неуспешного проекта. Я работал от результата. То есть вы меня спасете, если не спасу, значит бесплатно. Как консалтер, в принципе, никогда не работаю. И получилось так, что все проекты успешные. То есть можно гуглить, искать, искать недовольных клиентов, их не существует. И была какая-то газета, где-то меня напечатали. И эти ребята меня нашли по газете. Они собирались открывать по франшизе ресторан «Элизаран» в Москве. Я думаю, ну интересно, правда, мировой лидер какой-то, как и мне объяснили, 500 ресторанов. Я говорю, дайте мне вашу франшизу, я почитаю. И составляю, и у меня там идет какой-то рекламный ролик. Какой-то бар, какие-то люди, какое-то пиво наливают, какие-то пинчесы, зубочистки, съедают, зубочистки кидают на стол. Он заканчивается на минут 20, и все. Думаю, что они дали? Перепутали. Звоню, говорю, дайте мне дист франшизы, мне рекламный ролик дали. Они говорят, да нет, франшиза. Стоп, там ролик пьют, это. Говорят, ну да, это франшиза, вот так надо сделать. Я говорю, возьми ее заплатили? Да, 100 тысяч евро. Я говорю, в смысле? 100 тысяч евро сейчас, и 100 тысяч евро еще потом за мастер франшизы мы должны заплатить. Я говорю, а франшиза где? Вот мы можем точно так же сделать и название сделать. Я говорю, не, 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 стоп, стоп, стоп. Франшиза это правила, это технологические карты, нормативы. Это все расписано должно быть. И желательно уже расписано под Россию, потому что Россия это не Испания. В общем, они меня убедили, уговорили. Я сгрывал в Метрополисе вот этот лизаран, кантинный мариач, два ресторана. По договору три месяца я их обслуживаю, потом ухожу. Давай мы тебе долю дадим, как бы, и вот, не уходи. Формат сложнейший. Они говорят, давай откроем еще два. Они договариваются в Уфимоле, мы открываем еще два. И тут я обнаруживаю, что между нами и кинотеатром есть огромная площадка. И я понимаю, что люди, когда будут уходить в кинотеатр, они будут уходить сначала туда, а потом идти к нам. Мы забираем эту площадку, я на ходу придумываю концепцию Миттенфиш. Причем меня пугали, что рядом с нами находится Гудман, он находился в башне. Уже есть Тейхаус, мы будем идти по-другому. Но получилось так, что он стал для нас не конкурентом, а донором. Бывает такое в ресторанах. То есть он подсадил людей на стейки, а мы этих людей забрали. Потому что те люди, которые ходили туда на мясо, едят туда женой, говорят, что если там ресторан открылся, я поем свое мясо, а я тебе рыбку дам, которую ты любишь. И мы стали оттуда разворачивать поток. И вот так появился первый ресторан. А сейчас ресторан называется «Мясо и рыба». Пошел некий… Что получилось? В 2014 году мы открыли второй Миттенфиш тогда, и мы не смогли договориться. И решили, что кто-то из нас должен выйти из бизнеса. Миттенфиш остались у них два. Один они потеряли очень быстро, потому что, когда зовет один человек, другому очень сложно этим управлять. И уже открывая его, я думаю, за этим Миттенфиш посмотрю, что происходит. И я с ним поговорю, когда все умирает, все осталось там, мы доживаем. А давайте я его куплю. За какую стоимость? Ну, гораздо ниже, чем той, за которую я продавал. То есть вы еще и заработали? Я много заработал. А вот сама концепция «Мясо и рыба» как пришла в голову? На самом деле у нас в стране, исторически, у нас есть доверие так называемому монопродукту. Вот стейк надо есть в стейк-хаусе. Это стереотип. Там пасту в итальянском ресторане. Идея была в том, что соединить два монопродукта, наверное, основных мяса и рыбы, под одной крышей. Для меня многие пытались так сделать, соединить мясо с рыбой. Но делали в чем неправильно. Они соединили классический стейк-хаус с классическим рыбным рестораном. То есть, допустим, как происходит у них? Нам принесли, начали разделывать эту барамонди, и вы сидите, у вас стейк остывает. Мы собирались есть стейк за 1000 рублей, а я заказал барамонди за 5. И что вам делать? То есть вы не понимаете, в какую цену вы попадете. Я от этого практически ушел. Рыба всегда дороже, дороже намного. А я их приблизил по цене. А так никто не работал. А когда рыбный стейк стоит столько, сколько мясной, вы можете пригласить друзей, компанию, на день рождения отметить, пригласить девушку. Вы примерно понимаете ценовую категорию. Сколько стоит открыть подобный ресторан? Примерно миллион долларов. 9 из 10 ресторанов закрываются или перепродаются. Они не отбиваются вообще никогда. Ресторанный бизнес – это сложнейший бизнес. И реально он, как правило, убыточен. Но это равносильно тому, что человек часто летает на самолетах, он сел, засрывал самолеты и полетел. Но я же часто летаю, я все понимаю, где летел, там сел. И вот это то же самое. Это наука. Надо учиться много лет. В нем выживает очень ограниченное количество профессионалов. Какой бы совет вы могли бы дать молодому предпринимателю, если он хочет открыть свой рестораж? Пойти к успешному ресторатору и поработать у него. Пойти барменом, пойти официантом. Понять специфику, понять, сможешь ли ты это сделать. И потом при открытии обязательно взять себе какого-то наставника, чтобы за ним присмотрели. Для меня основная проблема – это кадры. Что делать я знаю очень хорошо. Как делать я знаю очень хорошо. Куда идти я знаю идеально. Поэтому я попадаю в Ранхикс. Я пытаюсь, хочу через несколько лет получить уже людей, которые выучены по моей системе знаний, у которых есть со мной общее понимание, как надо работать. Что бы вы могли посоветовать самому себе 20-летней давности? Не ориентироваться на партнеров, а верить только в себя. Ключевое слово «бизнес-класс» получит 10% карту на всю сеть. Супер. Спасибо большое. Да, спасибо. Я понял, что ресторанный бизнес достаточно сложный, достаточно рисковый бизнес. 9 из 10 ресторанов закрывается и достаточно высокий вход – около 1 миллиона долларов. Я же буду искать свою нишу дальше и буду рассказывать вам об этом. Это был канал «Бизнес-класс». Помните, что в этом мире нет ничего невозможного. Увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok